У меня есть кассовый аппарат, можем поиграть с вами, добрый вечер. Так, у нас сегодня очередной незапланированный эфир, потому что незапланированный эфир лучше, чем никакого эфира, друзья. Поэтому вот, начинаем со слова «обожаем меня», я тоже себя обожаю, спасибо, мне приятно. Я решила выйти в эфир, потому что после вчерашнего эфира было очень много фидбэка, и я понимаю, что, значит, нужное дело делаем, поэтому будем продолжать. Сегодня, добрый вечер, сегодня будем продолжать говорить на любимые темы, на эти темы, которыми я сейчас занимаюсь. Вот буквально только что я выпустила пост, который вы, скорее всего, еще не успели прочитать, о том, что очень-очень много людей оказывается и достаточно много времени говорят одни и те же вещи. И я говорю сейчас о силе нашего подсознания, о законе притяжения, о том, что мы притягиваем с вами в жизнь то, о чем мы думаем. И я очень много лет это знала, периодически об этом вспоминала и, знаете, прибегала к каким-то практикам, как и большинство из нас, неосознанно. Вот знаете, у людей, когда люди не знают, что делать, и вот какая-то такая ситуация, они идут молиться, да. По сути, что такое молитва? Молитва – это ваша вера и ваша просьба очень сильная в то, чтобы что-то произошло. Вы очень сильно хотите, чтобы это произошло. По факту молитва – это и есть то, чем мы занимаемся, должны заниматься практиками, только не в виде вот это все по христианству, там поданное и так далее, а в виде того, что молитва – это очень четко сформированная цель. Как правило, к молитве человек, когда вот обычный, да, приходит тогда, когда ему что-то сильно надо, он говорит, Боженька, помоги мне сдать этот экзамен, или сделай так, чтобы моя мама выздоровела, или сделай так, чтобы что-то произошло. Помните, что мы в детстве говорили, я все, я все, я все сделаю, вот, пожалуйста, я буду самым послушным, только, пожалуйста, пусть так будет. Вот по факту это и есть момент того, когда мы подключаем силу своего разума, мы очень сильно концентрируемся на какой-то цели, и у нас работает закон притяжения, мы очень сильно вибрируем, мы сильно хотим, мы об этом думаем, и мы притягиваем то, о чем мы просим. Вот, собственно, так это работает. И огромное количество авторов, включая моего Вадима Зеланда, любимого, Джона Кеха, Джуди Спенза, и Аллен и Барбара Пис, и, в общем, я могу уже перечислять огромное количество людей, которых вы знаете и не знаете, и Ричард Бах, и Паула Каэль есть сюда же, и Луиза Хей сюда же, и еще очень много странных имен, которые вам ни о чем не скажут, ну, скорее всего, потому что они не такие известные. Но все эти люди уже достаточно давно пишут и говорят о том, что другие люди не хотят воспринимать. О законе притяжения, о том, что наши мысли являются материальными, о том, что они излучают определенную энергию, а вокруг нас это все энергия, и мы с вами это тоже энергия, не будем вдаваться в законы физики квантовой. Нам же, вот мы с вами разговариваем как-то, вы представляете себе, как мы сейчас общаемся через интернет? Вообще, представляете, вот вы в разных странах находитесь, в городах, вы можете сейчас мне объяснить, каким образом происходит физический процесс всего того, что сейчас вот наша с вами связь? Вы же не можете этого объяснить? Естественно, не можете. Ну и, соответственно, я тоже не очень в физике сильна, но при этом мы прекрасно видим с вами результат этого действия. Я сижу с этой стороны, вы с той стороны, вы меня слышите, я вас вижу, я понимаю, и, соответственно, это происходит. То же самое происходит и с нашими мыслями. Они имеют определенную энергию, создают определенную вибрацию, и так или иначе, то, на чем мы с вами концентрируемся и настраиваемся, мы автоматом притягиваем в свою жизнь. Но, когда мы читаем книги, а я думаю, напишите, пожалуйста, если вы читали кто-то об этом книге, когда мы читаем книги, нам кажется, что нам достаточно этого знать. Если мы это знали, если мы это прочитали, если мы даже некоторые строки можем угадывать, знаете, как в программе «Угадай мелодия», «О, я знаю, в какой книжке это написано», то нам кажется, что это знание уже априори, ну, как бы я это уже использую. Ну, это не очень работает, конечно, но иногда, вот у меня были ситуации, когда это срабатывало, а ситуации срабатывали тогда, когда я говорю, когда это молитва, когда у вас нет выбора, и вы начинаете в это верить, да, это, как, знаете, народная медицина, когда уже все, ничего не помогло, начинаем верить во что-нибудь. Тут, кстати, тоже момент того, как народная медицина, скорее всего, работает по тому же принципу. Вот, спасибо большое, что вы даже отвечаете. Так вот, история заключается в том, что когда человек читает, знает и слышит, у него есть ощущение, вот напишите, пожалуйста, права я или нет, что вы это используете. То есть вам кажется, что знание дает вам уже использование. Ну, я думаю позитивно, наверное, да, я стараюсь на плохом не концентрироваться, я, то есть у нас есть такая иллюзия. Но вопрос заключается, и когда, почему я в этом говорю? И когда кто-то об этом начинает говорить, вот я сейчас, например, очень много веду эфиров на эту тему, очень много провожу марафонов, у людей, люди говорят, ну как, я же это и так делаю, я об этом знаю, это не только предложите что-нибудь новенькое. Я это как бы, да, слышал, практикую. Но вопрос в том, что слышал, знаю и там, как кажется, будто бы я этим занимаюсь, это, да, вот, это две огромные разные вещи, потому что мы говорим о том, что, как и наше тело, но вот знаете, вам кажется, что вы в хорошей форме, помните? А потом вы идете в зал или на тренировки. Вы приходите после первой тренировки, и вы поняли, что вы, блин, чуть-чуть умерли на тренировке. Потом вы начинаете тренироваться, тренироваться, и через, там, две недели вы чувствуете уже свое тело уже иначе, у вас уже другая выносливость. Вы думаете, блин, неплохо. А потом, через пару месяцев вы чувствуете, когда моетесь в душе, я уже забыла об этом чувстве, вот, возвращаясь в понедельник в зал, к счастью, как ваше тело все начинает, если вы худенький, стройненький, мышцы достаточно быстро проявляются, и вы понимаете, что вы прикольный. Потом вы из душа выходите, вы видите рельеф из своих мышц, и вы видите, что ваши тренировки, теперь это можно назвать тренировками. И так постепенно, постепенно, постепенно ваше тело меняется, и вы понимаете, что, блин, тренировки, когда тренировки эти есть, и когда их нету, это два разных состояния, хотя вроде бы, как вам кажется, вы и так, и так находитесь в хорошей форме. То же самое происходит с вашими мыслями. Когда вы не тренируете свои мысли, вам кажется, что вы и так правильно думаете, но вы не занимаетесь специальными практиками, вы регулярно, ежедневно, не контролируете то, что вы излучаете, в каком состоянии вы находитесь, а для того, чтобы, помните, самый главный момент, вам понятный закон притяжения, для того, чтобы притягивать в свою жизнь то, что вы хотите, вы должны думать о том, что вы хотите, и думать регулярно, и думать правильно, и вибрировать на этой частоте. Когда вы в большинстве своем занимаетесь тем, что вы совершенно не контролируете свои мысли и свое состояние, то есть вы вышли на улицу, вас там что-то раздражает, вы обсудили, вот только что я была в магазине, в магазине очередь, там позвонила мама, какую-то ситуацию рассказала, вы включили телевизор, потом вы пришли, увидели, что там плохо у вас убрано, ваши дети что-то плохо сделали, и вы все время в недовольном состоянии. Потом вам еще прислали счет за квартиру, вы выругались, потому что какой счет за квартиру, у меня месяц не было работы, и вот вы в этом состоянии потом легли и говорите, ладно, буду думать позитивно, все будет хорошо. И у вас есть такое некое ощущение, или почитаю книжку, или посмотрю эфир Оли, и у вас есть некое ощущение, что ну все, я перестроился. Но получается, что 95-99% своего времени вы вибрируете в проблемах, потом вы выползаете, делаете какую-то легкую вибрацию, это похоже на то, когда вы на ужин, вы целый день нормально жрали, а на ужин вы не съедаете десерт, и вы считаете, что ну класс, я сегодня у меня ПП, я сегодня на правильном питании, я же на ужин десерт не съел, я обжрался целый день, но зато на ужин я не съел там чего-то, или вы за день уже съели 25 тысяч калорий, но на ужин вы вообще ничего не съели, и вы счастливы. Это так называемый обман, и когда так происходит, любые истории о том, когда, например, вам кто-то начинает рассказывать о законе притяжения, о вашем мышлении, о медитациях, вы сразу говорите, ваше подсознание говорит бред. Бред, потому что у вас это записано, типа я это делал, это не работает, это все фигня, это развод, дайте конкретный инструмент, куда идти мне, куда устроиться на работу, что-нибудь дайте конкретное. Но я говорила и говорю о том, что сила нашего подсознания, вообще величина, могущество просто огромное. Я всегда очень болезненно относилась к внешнему миру, то есть для того, чтобы что-то изменить во внешнем мире, например, что-то получить, работу, контракт, договор, отношения, я все время задавала себе вопрос, ну что мне делать, ну куда мне идти, где мне с мужчиной познакомиться, ну блин, ну где, ну как, ну что, я сейчас приду в бар, ну понятно, зачем он будет со мной знакомиться, где нормально в этом себе найти, например, мужчину. Или работа тоже, ты думаешь, блин, сейчас я пойду на собеседование на какие-то, на этих собеседованиях, ну все время проблемы. Или клиенты, вы хотите, например, одних клиентов, а к вам тупо приходят другие клиенты, и вы там все время над рекламой заморачиваетесь, над тем заморачиваетесь, и вы все время все равно притягиваете не тех клиентов, что-то идет не по плану, что-то складывается не так. И, соответственно, вы пытаетесь влиять все время на эту внешнюю реальность, вы пытаетесь ее изменить, и при этом вы злитесь, потому что вы делаете какой-то толчок, и потом вы недовольны. Вы пошли в бар познакомиться с мужчиной, он вам понравился, вам уже показалось, что у вас будут дети, на следующее утро он вам не позвонил. И вы что начинаете делать? Вы говорите, ну я же так и знала, ну блин, ну реально говно. Вы своей подружке звоните, об этом рассказываете, и опять все говно, я опять этим мужикам не верю, и что вы делаете? Вы перестраиваетесь на низкие частоты вибрации, и вы концентрируетесь на том, что мужики говно, все говно, все хотят только потрахаться, это как бы было бы неплохо, но вы уже хотите чего-то другого. Вы на этом концентрируетесь, в этом говорите, и что делаете, и притягиваете опять то же самое. В итоге вы говорите, что у меня жизнь, как вот я иду, я все время это говорила, наступаю на одни и те же грабли, прохожу круг и опять по лбу, прохожу круг и опять по лбу, И жизнь все время крутит так, в работе. У кого такое было? Вот кто из вас вот это состояние четко понимает? В отношениях, в работе это бывает. Бывает это в ваших каких-то решениях относительно, я теперь буду чем-то заниматься, я куда-то пойду. Вы понимаете, что вы все время проходите один и тот же цикл и получаете пол. Такое ощущение, что вас кто-то завел в один и тот же круг. Вот этот круг, это как раз и показатель того, это я не супергадалка, я вам сейчас не скажу, вот видите, я угадала, мы все это проходим в неосознанном состоянии, потому что когда это происходит, это первый ваш звоночек как раз в том, что вы мыслите в одной категории шаблонов. То есть пока ваше мышление не изменится, ваша реальность не изменится, вы должны это понимать. Вам необходимо для того, чтобы выйти из этого круга, вам необходимо, как говорит мой супруг, изменить свою парадигму. И раньше я думала, что парадигму нужно изменить в мыслях, ой, простите, в физическом мире. Вот мы, например, когда с Сережей попадали в какие-то истории в бизнесе, что мы не могли выбраться, он говорил, нам надо переехать в какую-то другую страну, город, место. Вот буквально в этом году он серьезно заставлял меня задуматься над тем, то есть уже принуждал, то есть у нас уже была очень острая ситуация, сдать нашу квартиру и уехать на Бали. Потому что он не мог выстроить какое-то понимание того, что сейчас там нужно сделать в бизнесе, как бы он хотел, потому что мы были как белки в колесе. Мы обслуживали свой бизнес, свою квартиру, то есть зарабатывали на достаточно недешевую жизнь, но при этом все это раздавали, если деньги нашему персоналу, нашей рекламе, еще чем-то, мы не могли вылезти, не могли понять, что нам нужно сделать. То есть вот такой вот замкнутый круг. Но потом, уже позже, я очень четко увидела и осознала, что менять обстановку совершенно не обязательно. Важно изменить свой настрой, важно встроить себе ту программу, как вы хотите, чтобы было, и больше не возвращаться к прежней. Объясняю. Например, когда я познакомилась с Сергеем, у меня, боже, он ненавидит это слушать, я его понимаю, я надеюсь, что они смотрят мой эфир. У меня было несколько отношений, которые были просто под копирку. То есть это были разные люди, но такое было ощущение, что я проживаю одну и ту же жизнь. И так случалось, что это были женатые мужчины в моей жизни, и я об этом не знала. И каждый раз я об этом узнавала, вот как-то так. И в общем, все это дело, естественно, заканчивалось, и я уже не знала, что мне с этим делать. У меня, знаете, вот как говорят, бабка пору была. Мне казалось, что вот эта бабка, на бабку очень легко это все свешивать. И потом, когда я встречаюсь с Сергеем, там, и траля-ля, в общем, и тут вдруг он мне говорит, там, я женат, и я думаю, нет, чувак, все, ну, как бы с тобой у нас точно ничего не будет, потому что я это проходила, тем более я, когда пришла, когда познакомилась с Сергеем, я пришла с запросом, что я больше не буду вступать в такие отношения. Ну, то есть я буду очень четко смотреть, что мужчина передо мной находится, то есть он не должен быть занят. И тут вдруг я с ним знакомлюсь, и он типа занят. Я думаю, нет, он для меня все, он как бы для меня друг, ну, тем более, как бы все так и начиналось. И это очень важное принятие для мозга, потому что я вам скажу так, что если бы я согласилась на роль его любовницы, то он бы никогда не ушел из семьи, я вот это точно уже знаю, он бы никогда не принял никаких шагов, не то, что никогда не ушел из семьи, но мы бы с ним не перешли в формат мужа и жены, то есть точно нет. То есть, скорее всего, это были бы какие-то отношения до какого-то времени, и все, это были бы очередные отношения. Но в моей голове была другая вибрация. Я себе сказала, что у меня будут отношения следующие только серьезные, только с мужчиной, который будет для меня, который я буду рассматривать как своего супруга. Я сейчас даже понимаю, что это очень глупо было, ну, тупо так, знаете, вот на отношения смотреть вот в такой ситуации. Ну, реально тупо, когда тебе 24 года, ты молодая девочка. Но, спасибо большое. Но когда я была в том положении, мне казалось, что 24 – это уже глубокая старость, и что уже моего опыта хватает на то, чтобы больше ни в какие отношения не вступать. Ну, то есть все, больше ничего не иметь и только выходить замуж. Ну, вот тогда мне так казалось. Поэтому, еще раз, для того, чтобы вы изменили свою реальность, вам нужно поменять модель. Вы должны понимать, что мы меняем реальность не тогда, когда она меняется в реальности. Реальность меняется наша тогда, когда мы начинаем по-другому думать. Вот что вы должны осознать. До тех пор, пока вы думаете одинаково, ваша реальность не изменится, что бы вы там ни пытались делать. Это как, знаете, вот сражаться с зеркалом. Вы становитесь к зеркалу и пытаетесь что-то сразиться, и пытаетесь изменить свое отражение. Вот вы должны понимать, это закон, это не я придумала, это не гениальная Оля Ермилова, которая сейчас сидит, придумала какую-то теорию, с помощью которой она решила заработать бабла. Нет, так устроен мир. И если вы в это поверите, вам же выгоднее. Потому что представьте себе, что вы можете изменять свою внешнюю реальность во всем, в своей работе, в своей личной жизни, во всем, путем своей мысли, когда вы сами придумываете то, что вы хотите, и начинаете над этим работать в голове. Ваша реальность подтягивается, отображается. Ребята, это же гениально, это же офигенно, об этом говорят все. Но мы это читаем как сказки. Мы говорим, да, очень классно, здоровская книжка, клево, они рассказывают замечательно, фильм хороший, прекрасно, но у меня же есть реальная жизнь, у меня в реальной жизни долги, плохая работа, плохие отношения, мне нужно решать тут проблему. А чем больше вы решаете проблему, тем больше вы притягиваете ситуации, которые эти проблемы отягощают. И в итоге ваша жизнь похожа на большую, огромную проблему. И так живут, и многие живут наши родители, наши бабушки, наши дедушки. И проблема является нормальным абсолютно состоянием. Вот сегодня мы обсуждали эту историю с Сережей, но мы много говорим об этих всех темах, потому что мы в них вращаемся, мы тренируемся. И он рассказал мне такую интересную историю по поводу своего видения. Он говорит, вот смотри, в нашей голове есть серое и белое вещество. Белое вещество – это наше подсознание. Его, вот знаете, как в трехлитровой банке, вот так вот, почти до горлышка. А сверху, такой, знаете, пеночкой. Это серенькое, это наше сознание. И вот наше сознание, как правило, руководит, точнее наше подсознание, руководит наше, на сознание выталкивает эту пеночку, исходя из тех убеждений, которые в нашей голове сложились. Помните, у нас есть ретикулярно активирующая система с вами. Это система, такой фильтр в голове, это как бы доказано, она открыта в 49-м году, которая отвечает за то, является фильтром наших мыслей. То есть она отвечает за то, что в нашу голову доходит, в наше сознание. То есть о чем мы с вами думаем? Почему мы, например, с вами выбираем убеждение о том, что жизнь сложная? Или, например, у нас есть убеждение «я талантлив», а у кого-то есть убеждение «я бесталантлив». Это все формируется на длительных убеждениях, которые нам закладывают с детства родители, другие люди, в зависимости от той среды, где мы вырастаем. И вот у нас с вами наше подсознание выталкивает то, что туда затолкали. Вот у кого-то на подсознательном уровне зашито, что он бездарь. Ему родители всю жизнь говорили, в школе всю жизнь говорили, и он с этим вырос, да, я бездарь, я ничего не умею. И вот это вот из этой трехлитровой банки подсознание нам выталкивается наверх. Мы пользуемся, как правило, только своим сознательным, вот этой вот маленькой частью. И вот если посмотреть на сегодняшний день, то для большинства людей в их сознательном мире находится что? Сегодня коронавирус, кризис, мало у людей денег, все закрыто, люди обеднели, в стране жопа, непонятно, когда все это вылезет, даже не в стране, а в мире. И вот в вашем сознании плавает вот эта история. Мы это называем реальностью, это сливочки реальности. Нас учат как, вот если мы говорим о бизнесе, о жизни, нас учат выстроить логическую цепочку того, что ты в этой ситуации можешь делать. Вот представьте себе, что это кубики, да, вот у меня сейчас нету тут кубики, лего. Наше сознание – это верхняя площадочка кубиков лего. Из чего нам строить? Нам строить из того, что нам дало сознание, что кризис, что нет денег, что коронавирус, что можно вообще умереть, что люди не покупают и так далее. Да, кого-то поувольняли, и вот вы из вот этой истории, где все плохо, вы должны выстроить свой план жизни. Много ли вы можете из этого выстроить, опираясь на эти данные? Как вы можете вообще подумать о том, что у вас сейчас может что-то успешное развиться и получить? Вы, в принципе, радуетесь, что вы живете, что вы не заболели от коронавируса, да, там и не умерли. Ну, вот так нас учат. Вот это позитивное мышление. А представьте себе, что вот эта вся огромная банка белого, бессознательного, где это наше подсознание, подсознание имеет прямую связь со всей Вселенной. Потому что подсознание – это то, во что мы можем зашить любую программу. Наше подсознание программируемо. Нас программируют только обычные люди, телевизоры и так далее. Почему? Потому что мы не знаем, что оно программируется. Мы эту информацию потребляем с вами неосознанно, в нас ее запихивают. Но мы можем осознанно положить в это подсознание все, что ты хочешь, и притянуть это. Вот в чем парадокс, понимаете? А мы используем с вами вот это вот сознание, в котором все хреново, в котором все хреново, и пытаемся думать реально. И вот реально вы полностью светите на свою проблему. Если взять фонарик, вы светите на то, что все хреново, все плохо, все то. И скажите, пожалуйста, где вы возьмете энергию, мотивацию, вдохновение, вы вибрируете на этой частоте. Когда вы находитесь в состоянии, что плохо, вы видите факторы, которые это подтверждают. Людей, ситуации, все вы видите исключительно в этом свете. У вас как очки такие, фильтр надет. Все. И вы не понимаете тех странных людей, которые говорят, что у них хорошо. Вы думаете, они или врут, или они ненормальны, или они воруют. Ваша ретикулярно-активирующая система не может вообще допереть, как у кого-то может быть хорошо. Вы знаете, я позавчера была в магазине Луи Виттон. Зашла посмотреть, но как обычно решила что-то купить. Так вот, в Луи Виттоне, пока я выбирала то, что я хотела, ну человек 10 зашло и вышло с огромными пакетами. Кто на заказ, кто там сумочку на день рождения, кто еще что-то. Ну, чтобы вы понимали, в Луи Виттоне, ну там, сумка средняя, там, 3000 долларов стоит, там, очочки, там, 800 долларов. И поехала. Шмотки, ну, и по 10, и по 20. Просто все консультанты были заняты в этом Луи Виттоне. А другие люди говорят, что сейчас вот люди не могут хлеба купить. Вы должны понимать, что люди всегда есть разные. И что деньги никуда не деваются. Они могут деться только в вашей голове. И когда вы говорите дорого, когда вы говорите, это, ну, и вообще бред какой-то, это ваше решение. Вы говорите, вы вибрируете на этой частоте, и вы получаете ровно столько, сколько в вашей голове укладывается. Все. И это касается всего. Отношений, вашего развития. Если вы считаете, что вы маленький человек, и вы никогда не сможете работать в такой компании, вы, естественно, никогда не сможете там работать. Вот в это людям тяжелее всего поверить. Ну, как так? Что неужели так просто? Вот это наша такая, знаете, система. Ну, как? Ну, нет, так не бывает. Я пробовала. Мы тратим всю свою жизнь для того, чтобы доказать, что это не работает. Парадоксально. Парадоксально. И сегодня девушка мне написала, я выложила цитату из книги, там, с какой-то, я много книг параллельно читаю, выкладываю скрины иногда, которые так хочется вам показать. И она мне пишет там вопрос. Это там книга Азеланда, я ей ничего не ответила. Она мне пишет спустя 3 часа. Ольга, если вы говорите, что это ваша книга, то это плагиат, и я типа разочарована. Я ей вот пишу, вот неужели вам реально нехрен больше, чем заняться в жизни, чем следить, ответила я вам или нет, и чтобы писать мне о том, что это плагиат книги. Ну вот неужели вся ваша жизнь построена на вот этом? Это ваша главная сегодня задача за день расшифровать. Я выдала книгу Азеланда за свою, или, ну вот знаете, поражает. И ты понимаешь, почему люди такие бедные, почему люди мышление бедное, мозг бедный. Вот так вот себя заставляем. Главное кого-то обосрать, главное на кого-то что-то сказать, проследить, стать, значит, там, чемпионом, победить у самого себя. Люди вышел с дурки. Так, у меня в кризис направления, которые были в спячке, пошли. Сегодня закончил работу над новым сайтом, откладывала дело давно. Это прекрасно. Вопрос в том, чтобы ваши действия превращались, вот знаете, я не знаю, какая история у вас, самое главное, чтобы результат, это всегда деньги и клиенты. Мы иногда начинаем выходить из спячки, бегая по квартире. Ну знаете, нам кажется, что все, я пробудился, мы делаем сайты, настраиваем рекламные кампании, пишем книги, и это все не приводит к деньгам. Я несколько лет занималась вот такой историей, если вот серьезно. Я совершала огромное количество действий, которые давали очень маленький результат. Помните закон Паретто? 20% действий дают 80% результата, а у меня было наоборот. 80% действий давало 20% результата. И иногда мы себя этим очень часто обманываем. Я сейчас стараюсь в физическом мире делать очень мало. Работать вот здесь, управлять своим пультом управления, это гораздо более эффективно. Мне даже сейчас ни сайты не нужно делать, ничего не нужно делать по сути. Мы сейчас делаем настолько мало в физическом мире, а имеем результат и выхлоп такой, который они имели уже давным-давно. Это просто вам наподумать. Вы молодец, но тут очень важно себя не обмануть, потому что очень многие люди, особенно после бизнес-тренингов, они начинают создавать волны в ванной. В ванной сидишь, и ты такой сидишь, и у тебя столько дел, и тебе вообще некогда заняться. И многие мне говорят, «Боже, как же мне найти время на эти ментальные тренировки?» Я говорю, «Алло!» Я все время, когда мы с Сергеем начали практиковать, у нас навалило вообще столько работы и столько заказов и столько всего, я ему пришла и сказала, «Сережа, если ты хочешь, чтобы у нас продолжались заказы, ты должен понимать, что нам нужно работать со своим мозгом, потому что как только мы перестанем это делать, через неделю у тебя не с чем будет работать, у тебя не останется заказов. Вот ты должен понимать, что первично, это когда человек едет на машине и не хочет заправляться, и думает, «Я так круто еду, я так быстро еду!» Инерция заканчивается, это тоже нужно понимать. Поэтому помните о том, что у вас в голове есть вечный двигатель, и вам… Вот в жизни мы начинаем делать АБ-тестинг, там хуе-тестинг, простите, я в бизнесе очень хорошо шарю, я много лет работаю, но я поняла, что можно шевелиться на 90% меньше здесь, а шевелиться в основном вот здесь. Как притягиваются ко мне клиенты, люди, нужные ситуации, встречи, я не знаю. Я их программирую, и они притягиваются сами. Я не знаю, вот как вы меня тут нашли, как вы сюда пришли, вы увидели рекламу, или вы проходили мимо, или вам сказала подружка, понятия не имею. Но это так работает, и я хочу, чтобы вы услышали, мать вашу, ребята, это работает. Почему вы не хотите в это верить? Это работает. Это самый простой, быстрый, безопасный, и эффективный способ получить тупо все. Для того, чтобы получить все, нужно расширить рамки своего сознания и достать оттуда то, что мешает. То, что говорит вам, это бред, это не работает, так не бывает. С этим можно поработать. Если у вас хотя бы маленький росточек пробивается, который говорит, давай ей поверим, давай поверим, давай попробуем, я заебался работать, я уже не могу столько, я уже не могу бегать по кругу, я уже не могу в это верить, я уже не могу, давай попробуем, давай попробуем, хватит оббивать все пороги, хватит делать эти кульбиты перед клиентами, хватит, хватит, хватит. Если бы я владела теми знаниями, которыми я владею сейчас, 20 лет назад, я бы сейчас была совсем другой Олей, но я определенно стану, потому что я уже решила, я уже твердо знаю, кто я, я уже точно знаю, что меня ждет, точно знаю, я не бабка, не гадалка, я просто знаю, я этим управляю, и это очень круто. Так, помню, вы как-то говорили, что нужно несколько ручейков, всегда придерживаюсь этого, не ставлю ставки только на одно направление, я не придерживаюсь больше этого, я на этом обожглась, я поняла, что много ручейков, лучше в чем-то одном быть номер один, моя стратегия сейчас такова, что нужно в чем-то одном быть номер один, поэтому я закрыла все, все направления, все, все закрыла, Я полностью занимаюсь одним марафоном, который запускаю раз в месяц, и у меня помимо этого есть клуб рерайтовцев продолжение. Я полностью посвятила себя сейчас одной теме, все, я ничего больше другого не делаю, и все, что я снимаю, показываю, даю интервью, выступаю, все исключительно на одну тематику, потому что я хочу в этом быть номер один, я хочу в этом разбираться досконально, я хочу в этом, вот лучше в чем-то одном быть номер один, чем везде быть номером каким-то там. Сейчас моя стратегия, да, раньше у меня была такая другая стратегия, ну все течет, все меняется. Так, каждый транслирует одни и те же вещи с разной энергией, да, определено, вообще вот вы очень правильно сказали, энергия здесь ключевое, потому что энергия это тот момент, благодаря которому до вас доходит что-то или нет, помните в школе учителя, вроде бы транслируют одно и то же, но у вас меняется учитель по физике или по химии и до вас вдруг доходит, ну то есть до вас не доходило, а тот доходит, английский язык, такая же история. Очень важно, что стоит за тренером, все учат по факту одному и тому же в своей сфере, вопрос доходит до вас или нет, верите вы или нет, может ли этот человек до вас достучаться или нет, резонирует или нет, это как мужчина и женщина. Если бы просто мужчина паровался с женщиной, то простите, у нас бы не было никаких проблем, ты свободен, я свободна, окей, мы, чейка общества, пошли жить вместе, но смотрите, как сложно найти себе пару. То же самое, вы должны своему учителю довериться, то есть проводнику, это даже не учитель, это проводник. Я, например, для людей, которые ко мне приходят, проводник на какое-то время, для кого-то на 10 лет, для кого-то на год, для кого-то на месяц, проводник. То есть ты проводишь через себя, я проводник по своей природе, я делала очень много всяких раскладов по эволюции, по тому, с какой миссией ты пришел на землю, я проводник, я рассказчик. Я беру чужой опыт, превращаю его в свой опыт, пропускаю и недоделюсь этим опытом, это мое предназначение. И по-моему, мне даже не надо вам об этом говорить, потому что это чувствуется, то есть я проводник по жизни, ну вот такая моя миссия, мне страшно это нравится. То есть вначале я типа была в шоке, что, как это, все изобретено, это правда, ну много изобретено, может быть не все, давайте не будем так убеждать, убеждения такие выстраивать. Очень много всего изобретено и глупо говорить, нет, мы во все это верить не будем, мы будем искать что-то свое. Зачем? Если это работает, этим не пользуются. Я вначале думаю, почему этому не учат, почему об этом не рассказывают, почему, почему. Я залезла в тему, поняла, что этому учат, рассказывают, этого везде полно, но люди не хотят это слушать, люди хотят верить в то, что они могут своими руками ковать свою жизнь, брать лопату и строить дом. Нахрена оно вам надо? Нахрена оно вам надо? Строят дом те, кто не верят в свои мечты, им приходится верить в вашу, им приходится делать ваши мечты. Если у вас нету мечты, которую строите вы, то вы строите чью-то чужую, вы работаете на меня для того, чтобы построить мою. Вот в чем разница между людьми, понимаете, для тех, кто проснулся и тех, кто не проснулся. И те все время, да, они недовольны, они вас ненавидят, потому что они получают крохи, потому что у них весь их мир это получить от вас зарплату, прийти домой, съесть гречку и выпить в воскресенье пиво. Ну окей, это же выбор. Так, скажите, как вы относитесь к частичке «не», что вы конкретно имеете в виду? Не поняла. Так, сайт старый уже не отвечал потребностям клиентам, сделала новые, залила свежие проекты. Да, ну это прекрасно, но еще раз помните о главном. Помните о том, что, вот знаете, я раньше, когда начинала, вообще работала в бизнесе, я же в женском бизнесе много лет пробыла. И, кстати, у меня сейчас на рерайтере жизни очень много мужчин на этом потоке, на в июньском. Я прям смотрю и, честно говоря, я как кем-то исчезла, хотела кем-то побыть, зайчка. Вот, в июньском потоке очень много мужчин и очень много людей, которым 40 плюс и 50 плюс. Я, честно говоря, очень удивлена этому факту, но это типа для меня все равно приятно, интересно. И что-то я хотела рассказать. Вот, я очень много уделяла времени упаковке бизнеса. Я все время все начинала с красивых коробочек, вывесок. Ну вот, кто за мной следит долгое время, тот знает, что мой бизнес всегда был очень красивый. Вы знаете, я даже, когда записывала любые тренинги, я снимала на профессиональные камеры, выстраивали студию, свет. Я вам хочу сказать, это все фигня. Это все фигня. Важен ваш продукт, ваша ценность, вашего товара или услуги. Вот важно, насколько это ценно для людей, насколько вы попали с этой ценностью. Вот сейчас, при рай тружении, я могу вам это точно сказать. Когда вы попадаете в продукт, людям не важно, где вы это сняли, на машине, в машине, на кухне, на своей, там еще где-то, им важна суть. Потому что мы все время прячемся за этой упаковкой, мы тратим на нее деньги, мы считаем, что это важно, это не имеет значения. Ну, по факту это не имеет значения. Вот просто хочу вам такое сказать. Так, медитация про детство будет еще когда-нибудь? Ой, я не знаю, честно говоря, пока я не думала о медитациях, я собираюсь, я завтра еду на студию, кстати, записывать новые медитации для рерайтера жизни. И я собираюсь еще записать одну медитацию, которую я дам всем людям в свободный доступ для того, чтобы могли прочувствовать, что такое медитация, ну, например, моя. Потому что медитаций полно всяких в интернете на здоровье, но тут очень важно, на кого вы откликаетесь, на кого нет. У меня, например, есть только один учитель мой медитационный, которого я слушаю и на которого я откликаюсь. Всех остальных я вообще голоса не воспринимаю совершенно. Поэтому, не знаю, может быть, пока нету такого конкретного плана. Так, но многие, у кого только одно направление, сейчас без работы. Я вам хочу сказать, что многие, у кого много направлений, тоже сейчас без работы. Вопрос не в направлении. Вот дело вообще не в направлении, дело не в нише, дело в том, о чем вы думаете. Дело в том, чем занимается владелец. Во что верит владелец. Если у владельца в голове сейчас занепат и кризис, то не ждите, что в чем-то будет, ну, не так. Все с головы, вот я вам клянусь. Вот сейчас есть куча ниш, одних и тех же. Одни, которые сейчас процветают, вторые, которые сейчас падают. И они не только сейчас есть. И вопрос вообще не в количестве. Вообще не в количестве. Я просто, например, понимаю, вот даже я себя посвящаю, сейчас одному продукту, мне времени реально не хватает. Вот правда не хватает. Я очень много для того, чтобы сделать что-то классно, этому нужно отдаться. Вот я сейчас это очень хорошо понимаю. Мало того, этому нужно отдаваться постоянно, потому что как только, это мое убеждение сейчас, простите, я потешу глаз, как только я отдавала что-то сотрудникам, у меня сохранялась иллюзия, что все по-прежнему так, как было со мной. Но сотрудники, это же не я, они делают это по-своему. И в какой-то момент инерционно все идет, а потом все начинает ухудшаться, ухудшаться, ухудшаться. Поэтому моя модель отныне такая, что я полностью нахожусь в продукте сама. Все. И я его контролирую, и я работаю над ним, и я с ним расту, и этот продукт неинтересен. Это очень важно. Если собственнику неинтересен продукт, вы спустя время начинаете это видеть по его бизнесу, по тому, что происходит дальше. Поэтому есть разные истории, это не значит, что правильно так или правильно сяк, правильно так, как у вас идет. Не совершайте мою ошибку, которую я совершила несколько лет назад, когда я очень много обучалась, и я решила, наслушавшись классных ребят, что надо аутсорсить, нужно отстроить дистанционно, нужно отойти от бизнеса, нанять людей, и все. Это был мой провал. Это был мой провал. Вот я это могу честно сказать. Так. Неожиданно закончился один из этапов жизни, именно работа. Как найти свое новое управление? Может, посоветуйте медитацию? Я вам посоветую прийти на Рерайтер жизни. Вас не спасет одна медитация или вас не спасет одна какая-то техника. Вы должны понимать, что если вы хотите новое направление в своей жизни и новый этап, то это вам не щелчок. Нужно над этим осознанно поработать. Нужно придумать для начала, чего вы хотите. Мы идем не по принципу «та работа, которая подвернется», а по принципу того, чего я в этой жизни хочу. Вот вся ошибка жизненная людей заключается в том, что люди идут по принципу того, что подвернется. Какой мужик подвернется, какие отношения подвернутся, какая работа подвернется. Херня. Если вы в голове своей изначально не запрограммировали то, чего вы хотите, то вы просто пассивная такая пешка, которая собирает остатки. Знаете, со стола. Что там, выплюнулись вот так с окна? Вот это вам попало. Вот так вот ваша жизнь выглядит. Но вы можете это исправить. Для этого вы должны создать и придумать. Мы на «Рерайтере жизни» пишем книгу жизни. Книгу жизни. По всем пунктам. По всем. Где вы живете, с кем вы живете, как вы выглядите, какие у вас отношения, ваша личная конституция, очень много моментов, ваш секс. Все. Для того, чтобы вы ответили себе на вопрос, а как я вижу вообще свою жизнь, как бы я хотел ее видеть. Это как ты приходишь в магазин, вам говорят, вы желаете что-то подобрать? Вы говорите, ну нет, я не знаю вообще, как я одеваюсь. Я всегда ношу эти стрёмные джинсы и эту страшную кофту. Так с детства одеваюсь и всегда прихожу и покупаю такие же вещи. Вы никогда не думали, как вы хотите выглядеть. А вот когда вы собрали себе лучок, такой, знаете, на картинке, и вы приходите и говорите, я бы хотел выглядеть вот так. Понимаете, вам говорят, окей, и вам начинают подбирать такой образ. Когда вы приходите в салон красоты и говорите, ну сделайте на свой вкус. Ну, понимаете, вы рухля, вы потерянная рухля. Вам сделали, может быть, вам повезло сегодня, а может быть, не повезло. Жизнь – это не стечение обстоятельств и везений. Это ваша осознанная программируемая программа. Ваше подсознание ждёт от вас инструкций. А вы ему не даёте инструкции. Оно что делает? Оно берёт инструкции из внешнего мира. Ага, по телевизору сказали сидеть и болеть. Окей, значит, я буду болеть. Ага, тётя Глаша сказала, что сейчас кризис. Окей, значит, я буду в кризис. Мама сказала, что эта работа мне не подойдёт. Хорошо, я не буду. Кто вы? Где вы? Где вы? Вы задавали себе вопрос, я где, я чего хочу? Не мой муж, не этот дядька, не мои дети. Я чего хочу? Когда мужик говорит, я хочу, чтобы у тебя жопа была больше. Или я хочу, чтобы ты… Да мне насрать вообще, что ты хочешь? Я знаю, чего я хочу. А когда вы не знаете, чего вы хотите, вас лепит каждый. Каждый рассказывает вам, что вам надо делать, как вы должны выглядеть, что вы должны… Алло, алло, вот попробуйте-ка мне сейчас рассказать, что мне делать. Попробуйте. Ну, я просто буду смеяться. А вот так происходит. И выходите, потом и страдаете. Вот этот сказал, у меня нос большой. Это сказала, что у меня зубы плохие. Это сказала, что мои глаза недостаточно хорошие. Этому прическа не понравилась. Этому сиськи. Да пошли вы в жопу, ребята. Ну, я прекрасно себя чувствую. Я шикарно выгляжу. Я роскошная женщина. Я охуенно классная барышень. Просто все мужики влюблены хотят меня от 20 до 100. И поверьте мне, так оно и есть. Можете даже не сомневаться в этом. Все зависит от того, что вы излучаете, что вы сами верите. А если вы в это не верите, то прекрасно, вы можете себя заставить в это поверить. Вас же заставили поверить, что вы галимы, что вы ничего не можете, что вот эта жизнь, которая у вас есть, это и есть ваша жизнь. Все. Вас заставили в это поверить. Вам это тысячу раз все повторили, ваши родственники. И вы себе это тысячу раз повторили. Вот вы смотрите на себя и думаете, ну, 30 лет, да, я хуевенько выгляжу, но мне же 30-ка, аж детей родила. Нормально, нормально. Уже заставили вас поверить, что для 30-ти это окей, что у вас, в принципе, не самая плохая ситуация в жизни. Вы тоже себя заставили в это поверить. Нормально, хорошо, ничего страшного. Мы легко принимаем все негативное. Люди легко это принимают. Почему? Потому что это проще принять, понимаете? Это проще принять. Тут не нужно сражаться, тут нету конкуренции, тут не нужно ничего никому доказывать. Почему с такими женщинами, как я, не каждый готов связаться? Не потому, что я плохая, да потому, что со мной сложненько. Ага. Потому что со мной нужно все время соответствовать. Потому что если ты рядом со мной не растешь, то ты чувствуешь все время, что ты падаешь. А мужику это сложно. И это не говорит о том, что, не дай бог, нету нормальных мужиков. Да полно. Да полно мужчин нормальных и классных. И именно потому, что я знаю, что их полно, у меня нету проблем. Но у меня есть мой мужчина. Вот супер. Кто-то говорит, как он с тобой живет? Да прекрасно. Наслаждается. Кайфует. Балдеет. И поэтому на 20 лет меня старше, а выглядит он охуенненько. Гораздо лучше, чем мои одноклассники. Вот и все. Поэтому каждый выбирает, мои друзья, свое. Так, говорят, что Вселенная не понимает частичку, если говорит, я не буду бедным, Вселенная это понимает, как я буду бедным. Да, абсолютно правильно. Это касается аффирмаций любых. Если вы говорите, я не, не частичку Вселенная не понимает. Да. Ну, мне кажется, это уже все как бы абсолютно знают. Если вы хотите быть стройным, вы говорите, я стройный, а не я, не толстый. Вот. Я не буду толстым. Нет. Тогда вы будете толстым. Так. Ля-ля-ля. Идеальное исполнение врага к хорошему. Олечка с большим ожиданием. Жду вашего шикарного марафона. Прекрасно. Я тоже вас жду на своем шикарном марафоне. Что я хочу, чтобы вы понимали. Для того, чтобы вы могли управлять своей жизнью, необходимо перепрограммировать свой мозг на постоянном основании. Если вы иногда вспоминаете о том, что нужно думать хорошо, это все равно, что вы иногда вместо того, чтобы съесть торт, съедаете листики зеленого салата, а потом заедаете их тортом. Это система. Точно так же, как хорошее тело – это регулярная работа, постоянная, а не иногда, то же самое происходит с вашим мозгом. Это несложно. Ничуть не сложнее, чем жить вгалимой жизнью. Вот это я вам точно могу сказать. Это очень сильно мотивирует, потому что изменения вы начинаете видеть сразу. Вы можете не всегда их сразу увидеть в материальном мире, но вы их всегда будете чувствовать. Вы будете видеть, как меняется ваше состояние. Вы будете видеть, как вы начинаете замечать то, чего вы раньше не видели. Вы будете чувствовать, как вы себя контролируете. Вы будете гораздо меньше погружаться в негатив. И самое главное, вы начнете понимать, когда мы будем писать книгу, вы начнете понимать, чего вы хотите. Это очень важный ответ для человека, потому что многих людей это в какой-то момент изнутри начинает съедать. Человек не понимает, кто он, чего он хочет. Как правило, после 30, я об этом почитала, оказывается, что после 30 это действительно превращается, это в книге у Джо Диспенза есть, у человека действительно наступает внутренний кризис, потому что ответ внутренний ему необходим, кто я, чем я родился, зачем я пришел, где моя польза. Человека это начинает разъедать, когда человек просыпается. Поэтому в этом вопросе будет все классно. Что еще будет происходить? Мы будем учиться медитировать. Классные записанные уже медитации, профессионально, чтобы вы могли расслабляться и делать. Это очень классная история. Помимо этого, каждому абсолютно уроку видео я даю очень много детальных объяснений того, как устроен наш мозг, что такое негативные установки, как с ними работать. Очень много всего рассказываю. То, чего не делала в первом потоке еще, уже со второго начала делать. Зачем я это делаю? Для того, чтобы ваше сознание, а нашему сознанию всегда необходимое объяснение, понимало, почему к этому нужно относиться серьезно и почему это работает. Мы плавно готовим наш мозг к регулярным упражнениям. Если в течение 30 дней вы пишете свою книгу, вы начинаете уже работать, у вас уже в вашей голове и в вашей реальности проявляются какие-то изменения. У каждого по-разному. Кому-то прут деньги, кому-то прут клиенты, у кого-то налаживается личная жизнь, становится сильно лучше. Я не говорю, что за месяц вся ваша жизнь изменится. Я не собираюсь вам врать. Но это неправда. Вы всю жизнь жили, как вы хотели, и тут вы за месяц стали богом. Нет. Но она начнет меняться, и это будет ощутимо. Так вот, если за этот месяц вы видите, что вам это подходит, что вам это нравится, то дальше у нас начинается клуб. Клуб – это уже непосредственная работа по системам. Мы будем работать и по системе Джон Кеха, и много разной у нас системы, которые я беру, отбираю, для того, чтобы вести все-таки, потому что моя задача вести и выстраивать наших людей, наш менталитет. Ну, в общем. Я, естественно, являюсь тренером, поддержкой, мотивацией, заводилой и так далее. Потому что без этого мы не можем двигаться, мы это все с вами знаем, что наша личная мотивация нас надолго не хватает. Нас мир внешний все равно захлебывает. Он нас начинает затягивать. Наш великий обманщик в голове начинает нам рассказывать, это все фигня, у тебя не хватает времени, ты сейчас не тем занимаешься. Все это начинает нас выбивать из колеи. Вот для этого есть я, для этого есть тоже одногруппники, которые тоже в этом помогают, потому что у нас есть ответственность друг перед другом. И когда вы понимаете, что вы не хотите от этого отрываться, и вы хотите натренировать свой мозг и сделать так, чтобы ту книгу, которую вы написали, вы реально привлекли в свою жизнь, а за 30 дней я даю информацию, которая помогает вашей голове понять, что это реально, что вы действительно можете это получить, что это не бред, что это не фантазия какой-то сумасшедшей девчонки, а это так и есть. И вот когда вы это понимаете, кстати, литературу мы тоже читаем, все это я даю, у нас начинаются тренировки в клубе. У нас, как правило, процентов 70 людей переходит в клуб. Сразу же клуб стоит очень небольшие деньги, он идет на 3 месяца, по 3 месяца его можно продолжать, и вы начинаете ежедневные практики, ментальные. Вы уже к ним готовы, вы уже понимаете, зачем они нужны, вы уже понимаете, как это работает, и мы начинаем заниматься ментальными практиками. Там тоже все очень интересно, просто не хочу сейчас все это рассказывать. То есть все поэтапно, постепенно, но по факту мне кажется, что человек начинает меняться на своем клеточном уровне, то есть мозг начинает работать по-другому. Если человек не знает, чего он хочет, что он может написать, он начинает над этим думать. Для того, чтобы человек мог ответить на вопрос, он должен уметь сосредоточенно концентрироваться. Медитации для этого помогают. Вот как раз медитация здесь является главным ключом, потому что медитация написана к каждой главе разная. И в медитациях, когда вы уходите в подсознательное состояние, включается ваше подсознание, когда у вас замедляются ваши частоты, вашего мозга, вы начинаете медленнее ваши волны идти на уровне альфа, ваше подсознание начинает выдавать вам те вещи, о которых вы в сознательном состоянии не думали. В вашем подсознании есть все, ответы на все вопросы. Наша задача – подключиться к своему подсознанию. Наше сознание очень ограничено. Помните, это пеночка сверху в банке. А вот это все бессознательное, у него есть ответы на любые вопросы. Одна из наших практик как раз заключается в том, что мы говорим, в моем подсознании есть ответы на все вопросы. Мы проговариваем это, и затем в медитации к нам начинают приходить разные образы. Вы должны понимать, что Вселенная запрограммировала нас очень крутыми созданиями. В нашем мозге находится порядка 100 миллиардов клеток. Представьте себе, 100 миллиардов. Даже сложно это представить. И наше сознание, оно использует какой-то настолько милипидрический доступ, особенно если вы не развивали это, никогда этим не занимались, все время были в ограниченном пространстве, вашему сознанию и неоткуда это взять. Оно думает, знаете, как человек, который живет в селе, он думает, что вся жизнь – это вот этот его огород и вот эта дорога до следующего села. Все, он больше ничего не знает, он ничего не видел. У него и в голове он не может себе представить американские горки, еще что-то, потому что бред, такого не бывает. Самолеты? Что это? Вот и все. Вот и все. Поэтому все заключается в этом. Поэтому я вас приглашаю всех на «Рерайтер жизни». У нас сейчас есть тестовая версия, которая стоит всего-навсего каких-то 100 гривен. 100 гривен – это фигня. Если есть желание продолжать, какая цена за 30 дней? Сейчас, сегодня цена 2000 гривен в базовой версии. Ну, по сути, там все получают одинаково, помимо каких-то там дополнительных бонусов. Марафон у всех одинаковый. Стоит это всего 2000 гривен. Сейчас, в понедельник, и цена поднимется уже на 2500. Вот, можно попробовать за 100 гривен. Уже когда вы 100 гривен оплачиваете, вы сразу же попадаете в личный кабинет. У вас уже сразу же идут бонусные занятия, подготовительные занятия. Вы попадаете в чат пробной версии, потому что есть отдельный чат, где уже основные участники, и есть отдельный чат с пробной версией. Пока мы еще не сделали свое приложение, и мы не можем, к сожалению, в один чат всех сливать. Потом не можем разъединить людей, которые не покупают. У нас очень многие покупают за 100 гривен, и до начала марафона, уже на фоне подготовительных занятий, люди понимают, что они хотят здесь быть, и тогда вы доплачиваете минус 100 этих гривен, доплачиваете сумму, остаетесь в марафоне. Поэтому я вам рекомендую попробовать. 100 гривен точно для вас не цена. Специально поставили такую цену, чтобы люди все могли это попробовать. Но вы уже будете понимать, вы, по-моему, получите доступ сразу же к 3 видео, вы уже будете понимать, что это такое. Вы получите доступ к книге, вы получите доступ к чату. You are welcome. Цены – фигня. Абсолютно с вами согласна. Объясню даже, почему я это делаю. Моя цель – собирать делать сейчас тысячу участников в месяц. Вот, это моя первая цель. И моя задача – как можно больше людей подключить, поэтому я сделала акцент не на стоимость, а сделала акцент на количество. Сейчас в марафоне в среднем принимают участие порядка 150 человек в группе. Не знаю, сколько будет в этот раз, потому что в основном чате уже 100 с лишним человек, и в пробном уже 100 с лишним человек. Еще у нас 2 дня продаж, поэтому я не знаю, сколько будет в итоге в этой группе. Но в любом случае, это хорошее количество людей. Почему? Потому что, когда людей много, все друг друга зажигают, мотивируют, знакомятся, общаются из разных городов, из разных стран. У меня всегда очень обширная география, разные возраста, есть мужчины, есть женщины, короче, все есть, и это очень классно. В клубе уже начинаем более тесные связи делать, там уже объединяемся в группки, ну, там уже другая как бы история. Поэтому то, что это имеет огромную ценность, я вам точно говорю. То, что это лучший продукт из того, что я делала, это я вам точно говорю. То, что мне за него не стыдно, это 100%. И то, что ничего лучше на рынке нету, это 100%. Вот я вам могу это прямо честно сказать. Я отдаюсь этому делу полностью. Мало того, каждый поток улучшается, улучшается, улучшается. Я все время добавляю. Это не история про то, что когда-то это один раз записали, и теперь жрите курицы. Нет, у меня нет такого отношения. Я страшно люблю это. Я нахожусь в чате, я поддерживаю. Иногда мне пишут в личку, потому что всплывают очень, ну, не часто, но бывает, всплывают у людей разные истории. У кого-то начинается понимание, что человек не хочет жить с тем мужчиной, например, ну, вот у девочки мне писали, не хочу жить с тем мужчиной, с которым я жила. Начала думать о том, какие отношения я хочу, и хочу от этих отношений избавиться. У кого-то с работой, у кого-то со здоровьем, у кого-то страхи просыпаются. Я на данный момент в состоянии поддерживать лично, даю личный фидбэк, личную связь, нахожусь в чате, каждый день отписываюсь, каждый день задаю вопросы, каждый день поддерживаю. Это важный для меня момент. Мне очень важно видеть, чем живут мои участники. У меня нету никаких помощников, которые отвечают на это, модерируют там кого-то. Нет, я полностью держу все это под контролем, и надеюсь, что когда у меня будут тысячники, я тоже буду это делать. Я не хочу это никому передавать, в принципе. Потому что мне самой очень интересно. Мало того, я постоянно сама обучаюсь, читаю, достаю новое, и этим всем новым делюсь, делюсь, делюсь и делюсь. Это живой продукт, и поэтому есть клуб, в котором мы можем все живое еще внедрять. В общем, ребят, это классно. Вот я могу точно сказать, что это классно. Потому что я говорю об этом уже, по-моему, 4 месяца без умолку, и я не устаю совершенно, и этот мир огромен, прекрасен. И самое крутое, что жизни меняются по-настоящему. Не, вот знаете, ни на мгновение. Это не короткая дистанция. Это не марафон желаний, там, где я вам говорю, осуществите одну цель. Там, не марафон достижения цели. Нет. Это ваше перепрограммирование. Это то, когда вы текли в одном русле, а начинаете в другом. И вы начинаете этим управлять. Наши рерайтовцы, очень многие сейчас, еще не получив каких-то сверхрезультатов, но получив уже то, что получив, люди говорят, ё-моё, как мы раньше это не знали, как мы не понимали, ведь мы же слышали, ведь мы же, да, мы все уже что-то слышали, мы что-то смотрели, но в наш мозг это не зашло. Вот я делаю все, чтобы в мозг затекло. Это важно. Поэтому я очень все время это делаю и делаю. У нас нет ни одного урока, где я бы не начинала с того, чтобы рассказывала, как это работает и почему это важно. И я знаю, как хочется сорваться иногда, и как хочется иногда лень, и как хочется сказать, что бред, и как какая-то ситуация во внешнем мире тебя подрывает. Но поверьте мне, результаты того стоят. Я практикую, я сейчас этим живу, я вам хочу сказать, я вернулась в свою сладкую жизнь, я поставила большие для себя цели, и я теперь твердо знаю, что никогда от этого не отступлю. Я больше не полагаюсь на волю случая, судьбы, дали, забрали. Нет, нет. Это все в моих руках, точнее в моей голове. Все. И как только вы это осознаете, вам ничего не будет страшно. Вообще ничего. Ничего в этом мире не будет вам страшно. Вы перестанете быть зависимым человеком от всего того, что вам вокруг кричат. Как бы это ни казалось. Если вы не научитесь сами управлять своей жизнью, то по-прежнему вашей жизнью будут управлять политики и другие люди. Они будут вас дрессировать и говорить вам, что вам делать, где вам сидеть, когда вам молчать, что будет с вашим бизнесом. Я этого не позволяю. У меня за последние три месяца очень сильный подъем. Очень сильный подъем. Вот этот момент, когда у людей началась история пандемии, у меня пошел подъем. Но это не связано. Просто у меня в голове было это запрограммировано. И никакая пандемия мне не может помешать. И вот дальше говорят, что будет дальше, какой будет карантин. Да мне вообще пофиг, что будет дальше. Я точно знаю, что у меня будет дальше. Все, зашибись. И я хочу, чтобы таких людей вокруг меня было больше. Потому что, ну, не очень интересно, когда у тебя все зашибись, у всего мира все плохо. И не собираюсь спасать весь мир, но тех людей, которых я притягиваю, а притягиваю я тех, у кого в голове это живет. Соответственно, я этим людям нужна. А вы нужны мне, конечно. Это тоже. Вы мне тоже очень нужны, потому что я благодаря вам, прежде всего, реализую свой потенциал. Для меня это очень важно. То есть для меня, когда я делала себе расстановку своих приоритетов жизненных, то на первом месте у меня стал момент признания. Мне очень важно быть признанным тем, тем, что вот с чем я пришла. Пришла я с энергией. Я не со знаниями пришла. Я пришла с энергией. Именно энергия заставляет меня двигаться, добывать знания, делиться знаниями, делиться энергией. Потому что знания вы можете прочитать в книжке, я могу сама дать весь список этих книг. Но знания, не наполненные энергией, личные, это знания, которые просто остаются писаниной. Вот такая история. Поэтому я вас, друзья, жду. Ссылочка у меня есть в профиле, в инстаграме. Если кому-то что-то непонятно, напишите в директ. Я точно знаю, что вы можете попробовать себе, позволить это посмотреть. И дайте себе шанс в это поверить. Просто дайте себе шанс. Задайте себе вопрос, как много я потеряю, если я попробую. И я вам могу точно сказать, что это действительно ваш пульт управления от жизни. Ну, вот. Можете, конечно, ходить, продолжать, как многие говорят, ну, я сам, я понимаю. Ребята, вот просто не врите себе. Если вы не готовы, если вам сильно страшно, окей. Но если вы понимаете, что да, сделайте этот шаг. Все. Наш прекрасный эфир заканчивается. Минуты 50 мне показывают. Спасибо вам большое за этот вечер. Я даже удивлена, что вы есть, без моих анонсов. Я еще постараюсь провести какой-нибудь чудненький эфирчик завтра, но не обещаю. Боюсь анонсировать, потому что не люблю не держать своего слова. Все. Да, всем, кто уже выбирает три жизни, вы красавцы, вы большие молодцы, вы не пожалеете, это я вам точно говорю. Но настройтесь на то, что нужно будет работать. Я буду вас включать, я буду давать вам все нужное, я буду вас держать, но делать вам нужно самим. Это ваше сознание. Но цена этих усилий, друзья, слишком высока, чтобы не делать. Это ваша новая жизнь, жизнь, которую вы себе придумаете. Поэтому, когда будете придумывать, не ограничивайте себя ни в чем. Не ограничивайте. Разрешите себе иметь все, и вы это получите. Все. Всем хорошего вечера. Продолжение следует...